Кстати, о путеводительницах, о театрах, об актрисах и о певицах. Вот где трудоголиков по определению прут, пруди. Азиза, певица в нашей студии, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Азиза, скажите, многие музыканты перфекционисты, вот это странное слово, они стремятся всё время к самому лучшему. Пока не удастся записать лучший дубль, не выйдут из студии. Вам известно это состояние? Я в этом состоянии постоянно нахожусь. Даже не тогда, когда я нахожусь на студии, а где-то еду на студию или еду со студии. Или, например, просыпаюсь утром или ложусь спать. Я всё время, если я работаю над какой-то песней, над произведением или над целостным произведением, над альбомом, у меня постоянно в голове будет так, ах, так, нет, надо перепеть, надо там вздох, а здесь выдох, а здесь надо слово, наверное, поменять. И у меня иногда одна песня пишется очень долго. А иногда бывает так, что просто раз и на один дубль. И я довольна, я это ощущаю всем своим существом. Вот вы-то довольны, и вам в этом состоянии живётся, вам хорошо живётся, вы творческий человек. А близкие ваши, как на это реагируют? Ваши родные друзья? Нет, в данном случае близкие те, кто ходят со мной на студию, или близкие те, кто окружает меня вообще дома? Которые не ходят, скорее всего. Вообще, конечно, ваши домашние, ваши друзья. Вы знаете, а что они ощущают? Они видят, Азиза работает. Они это видят уже, знаете, я вам скажу, Оленька, 30 лет, даже 31 год сегодня пошёл, как я, как говорится, служу эстрадному искусству. И поэтому всё это время, понимаете, практически тогда мне было 16 лет, и у меня ещё две старшие сестры, мама музыкант, преподаватель по музыке, а сёстры тоже музыканты, они не певицы, вот, они педагоги по музыке. Но они очень разбираются в том, что вообще я делаю, что вообще я пою, и не только я. То есть они сами такие же? Ну, в общем-то... Они сами так получены своей работой, что вас понимают? Я думаю, что нет, не совсем. Нет, у них всё намного проще, чем у меня в шоу-бизнесе. А в чём разница именно в этом перфекционизме, о котором Серёжа говорил? Характер. Вот в природе человека, в его одарённости в данном деле. Вот, наверное, да. Давайте попробуем, Азиза, одним словом. Вот, исходя из того, что есть песни, которые, да, вы добиваете, добиваете, а есть песни, которые раз, написалось, и всё. То есть ситуации случаются разные. И всё-таки вы трудоголик или нет? Я бы сказала, да. Но если учесть то, что я, в общем-то, с 16 лет и училась в школе музыкальной по классу фортепиано, и работала в узбек-концерте в Ташкенте, и гастролировала, и сдавала экзамены, и поступала в консерваторию. Одновременно всё это было. И поступила в консерваторию, и закончила консерваторию. Мало того, два факультета, и композиторские, и вокальные. Отдыхать вы умеете? Отдыхать обязательно. А вот когда вы начинаете отдыхать, вы там, ну, понятно, в душе вы поёте, а на отдыхе... Нет, в душе, кстати, я не отдыхаю. Я отдыхаю под водопадом, желательно, под огромным водопадом, чтобы по голове, по голове... Чтобы невозможно было петь и слова в песни переставлять. Нет, чтобы просто кричалось, как вот, знаете, чтобы вот из души вот как бы всё вот то, что тебе вот накопилось, может быть, что-то такое негативное со стороны извне, чтобы оно всё выходило. На природе, желательно, я говорю, рядом с водопадом. Ряд трудоголиков сейчас будет продолжен, потому что в кино они тоже вот просто на каждом углу фактически. Киновости прямо сейчас, и, кстати, откроет их тоже певица. Фильм «Мадонны. Мы верим в любовь» выходит в наш прокат. Критики по привычке на неё тут же набросились. И есть за что. В этом историческом расследовании снимались уникальные бриллианты, винтажные платья, а также артисты – Андрея Райсбера и Джеймс Дарси. И камера иногда даже обращала на них внимание. Вам правится, Англия, миссис Сирсон? Здесь всегда холодно. Может, кто-то смог бы вас согреть? Разве не для этого нужны мужья? «Мы верим в любовь» – хронология отношений Эдуарда VIII и разведённой американки Оли Симпсон. Ради неё король Англии отрёкся от престола. Полтора часа режиссёр «Мадонна» выясняет, почему. В хорошем кино, король говорит, героиня Хелены Буномкартера даёт короткий и чёткий ответ. Чем она его взяла? Очевидно, у неё есть некие навыки, которые она приобрела в Шанхае. Ещё полтора часа в кинотеатре можно потратить на то, чтобы выяснить, чем же мужчин гипнотизировала Мэрилин Монро. Мэрилин, это правда, что в постели на вас остаются только духи? Раз уж я в Англии, вместо духов будет аромат ламандового мыла, мой сладкий. У героя Эдди Рейдмана на это ушло семь дней и ночей. Он играет ассистента. Мэрилин сначала плачется у него на плече, а потом и в постели. Расторопный парень после этого напишет мемуары и по ним снимут фильм «Семь дней и ночей» с Мэрилин. А 26 февраля Мишель Уильямс, может быть, даже дадут за эту работу в Оскар. Интересно, Мэрилин Монро была трудоголиком или нет? Ну, если бы она не была трудоголиком, у неё не было бы таких нервных срывов и депрессий, которые посещают многих артистов. И жизнь бы её так не закончилась. А почему вы на меня смотрите? Вы так на меня смотрите? Я пытаюсь проникнуть вам прямо вот в душу. Прямо туда сказать, чтобы поняли, любили и жалели и уважали нас, артистов. Скажите, Азиза, по вашему мнению, трудоголики больших успехов добиваются, чем обычные люди? Или это просто зависит от того, кому ты дано, кому ты не дано? В общем-то, у артиста или какой бы ты специально себе по жизни не занимался, если ты над чем-то трудишься, как говорится, под лежачей камень вода не течёт. В любом случае, над любым делом, если человек трудится и даже со стороны кажется это абсурдным, он всё равно добьётся чего-то. К нему придут какие-то познания, по крайней мере, философского мышления точно добьётся. Азиза, ну вот вы сказали, что вы 31 год уже на сцене. Да, 31, да. Значит, получается, вы в курсе были. В советские времена такое понятие, как трудоголик, не было вообще доступным для человека. Да, такое явление, трудоголизм. Скажите, с чем это связано? Вот что в советские времена трудоголиков-то и не было. Разве? Ну, вот, ну, с обращением психиатра. Ну, может быть, трудоголики... Я же вам говорю, даже вот люди, которые что-то, например... Я к этим людям отношусь... Не отношусь, а отношу тех, кто, например, работает над созданием... Какие-то опыты ставит там, да? Это физики, какие-то математики, там что-то, чего-то задачи вычерчивают. Вот почему же? Они могут сидеть дома и никто... И вроде не ходить на работу, но работать над чем-то, понимаете? Да, да, они просто сами всегда вообще в этом процессе. Да, какие-то проводить испытания, что-то там мудрить, что-то там выдумывать, что-то экспериментировать. И в конце концов появляется интернет, например. Азиза, а скажите, над чем сейчас в данный момент работает, сидит, стоят эксперименты трудоголик Азиза? Даже находясь сейчас у нас в нашей петербургской мансарде. Ой, но вообще, в принципе, естественно, в голове такая идея, которая мучает многих моих коллег. Ну как создать тот еще очередной хит, который займет сердца и умы многих людей? Вы знаете, да, работа над этим, и над этим работает Илья Резник, поэт, над этим работает молодой поэт Игорь Домашов, над этим работаю и я, потому что я в последнее время пишу самому музыку, и получается очень даже неплохо. Думаю о том, как устроить быт в Санкт-Петербурге, для себя или для моего благоверного. Петербургская теперь певица Азиза была сегодня гостем нашей программы. Спасибо вам большое, успехов и реклама вам за это.